добрый вечер господа если меня слышно пожалуйста поставьте плюсы я думаю даже микрофон включать не нужно что неплохо слышно от вас ответов по поводу звука сейчас плечу микрофон высказать стало лучше или хуже секундочку вот пока я без внешнего микрофона и вот включаю включил стоило ли это делать или все-таки вернуться обратно выключить микрофон если стоило поставьте плюсы лучше стало отлично отлично прекрасно хорошо начинаем наш вебинар у нас новый формат вебинара немножко видоизмененный и не только внешне мы решили отказаться от одного длинного рассказа о том что происходит на рынках уходить фундаментальный анализ говорить как это повлияло календарь и так далее а конкретным идеям конкретным ну как говорят кейсом да конкретным инструментом мы назвали 4 потому что сырье валюты индексы да и отдельные акции в каждом из этих секторов назовем сегментов ищем какие-то идеи если они уже есть то я готовы идеи вам буду они говорить рассказывать если их нет мы просто попытаемся представить что может заставить рынке прийти к каким-то ситуациям сигналов для входа на рынок я прокручу пока презентацию я фред трейдер управляющий активами много лет на рынке тренинги веду много лет и торгую много лет и управляю клиентскими деньгами уже много-много лет в общем-то рынок моей жизни вы уже наверное поняли те кто первый раз всех приветствую и ближайший час мы будем чуть меньше или час будем говорить именно как раз о рынках предупреждение о рисках конечно же регуляторы требуют это обязательная часть лицензированных брокеров может какие-то брокер у которых нет лицензии не обязательным это делать драмаркет имеет самую серьезную лицензию европе великобритания данного маркет с ютил т.д. поэтому предупредить о рисках и текста как минимум виде текста это обязательно и конечно же офис в лондоне и офис в таллине email и контакт на которые вы можете писать свои вопросы требования все что угодно очень быстро отвечают на запросы и вопросы так чего же мы начнем я приготовил так чем отличается этот вебинар и все последующие вебинары от тех что были до я каждую неделю ко вторникам готовлю интересные картинки статистику какие-то графики то чего нет на рынке то чего нет мета трейдере то что я скачал местом не скриншот сделал с мт который у вас есть и без меня вы это знаете я не зашел там мог какую-другую программу просто не скопировал там график прошедшие истории акции так далее это вот сегодня у нас вам покажу десяток разных файлов картинок разной статистики вы здесь видите а пока не видите сейчас увидите десяток разных файлов это одна часть вебинара здесь будут какие-то интересные вещи которые я раздобыл то что наглядно понятно без автора этого графика большинстве случаев я думаю всегда не я автор этой картинки а кто там там какой-то альтруист какой-то который выставил выставил на свой сайт или какая-то компания инвестиционная аналитическая там от зерохе что чего угодно цель такая чтобы при помощи вот этих графиков каких-то кейсов ситуаций показать вам другую сторону рынка то до чего не доходят руки у трейдеров я часто слышу что собственно интересные графики откуда у меня появляются как я узнал что там соотношение того к этому минимальная там за сто лет где я прочитал то-то где прочитал это на самом деле это просто работа ежедневная еженедельная работа по изучению рынка потом копаться где-то на каких-то ресурсах полезных вот на прошлой неделе многие отметили что ресурс по изучению климатических аномалий который я вам высылал в чате он очень всем понравился действительно я наблюдал за ирмой минуточку это ураган да это не женщина это ураган наблюдал за ней и понимал какую сторону она уйдет что там еще один ураган за ней за ирмой кроется все это было онлайн этот ресурс очень полезный ресурс помог мне какие-то сделки делать на нефти потому что рынок нефти реагирует на а климатические изменения а так что одна часть нашего вебинара будет состоять из полезных картинок которые сейчас я на экран выведу вторая часть нашего вебинара будет состоять уже из сигналов а конкретных ситуаций кейсов на допустим сегодня у нас фунт потому что вы знаете наверно почему сегодня фунт те кто торгуют на валютном рынке на валютном рынке сегодня были события были интересная статистика выходила движение были новый локальный максимум фунт побил так что это эта ситуация для рассмотрения а у нас сегодня будут индексы новый рекорд был исторический рекорд у меня несколько картинных которые графиков которые как бы показывают что происходит на фондовом рынке а происходит очень интересная вещь который не было 95 96 до получается 20 лет 21 22 года не было такой ситуации и я вам скажу больше еще немного и мы побьем 100 летний рекорд рекорд с 1928 года я не буду нагонять интриги а позже вы все это узнаете сами а что у нас на сырье на сырье у нас нефть газ конечно же тоже очень много интересного происходит опять же связи с ураганами я расскажу что можно делать что я делал есть очень интересный случай очень так андрей кадетский хочет выйти в эфир но как бы тут в эфир мы не пускаем никого не то чтобы специально просто пока мне есть о чем поговорить вы можете скайпе скайпе в чате писать вот здесь же внизу есть чат андрей пишите туда поэтому я вынужден да не пускать никого в эфир иначе бинар немножко по-другому будет выглядеть не очень правильно окей ну что начинаем я включаю свой экран опять же должна программа закачаться буквально 15 минут потратил на то чтобы рассказать в чем отличие предыдущих вебинаров от текущего он будет более практичным четким с объяснением конкретных кейсов и с картинкой как говорится с интересными картинками которые я специально для вас ну то есть часть из них у меня уже была часть из них увидев где ты игру вот это будет интересно слушателям адмирал маркетс вебинара обязательно нужно им показать особенно допустим тем кто прошлый раз спрашивал про валюты какую-то там валюту или про фондовый рынок установить плагин то я установил просто у меня почему-то не пускает секундочку я открою раз установлю открытие программы еще раз открыть и должно уже включиться демонстрация экрана должна включиться не знаю что происходит вы не видите экрана вы видите презентацию то есть если я сейчас переключусь на мета трейдер вы пока его не видите так и по ним правильно понимаю да значит нужно делать что то что включит попробуйте еще раз написано разрешить и вот должно должно получиться с этого раза да получилось хорошо вот картинку я открыл график amazon видите должно должно уже быть потому что у меня это на экране и система говорит что вы видите видно отлично григорий написал что видит итак давайте начнем с самых неинтересных картинок которые особого значения не имеют для данного вебинара просто amazon есть у нас метатрейдере для торговли доступен cfd на amazon ужасно дорогущая бумага стоит тысячи долларов почти на графике вы видите цену на акции amazon вот тысячи там пятьдесят два да на какой день эта картинка была ну в общем она практически близка к последним изменениям на графике amazon речь не в том чтобы показывать график семнадцатого года самая важная часть там в пятнадцатом шестнадцатом годах обратите внимание что происходит с пи и рейшио для тех кто не знает пи рейшио это соотношение цены бумаги к ее прибыли то есть чем эта цифра ниже тем лучше то есть окупаемость компании будет быстрее если компания стоит 100 долларов и зарабатывает при счете на одну акцию 10 долларов то у нее соотношение 10 то есть 10 лет вложили 100 долларов ждете по 10 долларов в год чистой прибыли чтобы окупить вложенное если она зарабатывает один всего доллар то у нее окупаемость 100 лет 100 долларов стоит один зарабатывает это очень мало так вот про amazon очень часто говорят что я думаю про amazon ведь компания вот растет 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 а на самом деле прибыль там мизерная скажу больше ее даже не было а какое-то время amazon только вот несколько лет как вышел в какую-то прибыль в относительном выражении относительно значение бумага на рынке одна из самых 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 дорогих и это не мешало стоимости компании увеличиваться капитализации компании акциям расти потом это соотношение вернулось обратно на какие-то приемлемые уровни видимо компания стала больше зарабатывать потому что цена на акцию не изменилась особо только вот здесь было небольшое изменение 700 до 500 но это немного на самом деле вернулось к прежним уровнем и сейчас даже не знаю какое соотношение этой бумагой не торгуя она дорогая так что это я к тому что ни одна бумага не может стоить в относительных величинах так дорого чтобы ее не продолжали покупать вот пример 1100 было нет 1833 было пи и рейши вот вторая шкала да это нереально все эти бизнес который окупится через 1800 лет никто не будет вкладывать но были перспективы компании все верили в то что они начинают того что запустят дроны и эти дроны будут приводить нам товары и просто заменят у меня кстати был еще один график по поводу amazon он у меня в телефоне сейчас я посмотрю точную цифру и скажу вам вы знаете сколько приносит сейчас буквально секунду я найду этот график оказывается каждый доллар чтобы заработать доллар в компании amazon сейчас секунду чтобы не быть голословным буквально я его как раз для вас и держал хорошая такая статистика сейчас я ее найду вот она уже в телефоне должно вот я нашел значит для онлайн магазинов 0,9 работников нужно чтобы продать товар на каждый миллион долларов то есть чтобы оборот был миллион долларов этот оборот обеспечивает 0,1 работник грубо говоря в реальных сетях как вы думаете сколько вот если для онлайн магазинов нужен всего один работник грубо говоря который обеспечит продажи на миллион долларов то есть будет не генерировать даже а как бы сказать обслуживать обслуживать какая цифра для реальных магазинов она в три с половиной раза больше смотрите в три с половиной раза сокращаются издержки то есть для того же миллиона оборота уже в реальных сетях в Америке нужно чтобы работала три с половиной работника для 100 миллионов 350 для миллиарда ну и так далее умножают так что я к тому что надежда уверенность в том что Амазон изменит реальность как это делает допустим Тесла как биткоин может стать блокчейн извиняюсь не биткоин блокчейн может стать реальностью настолько что заменит ну допустим документооборот авторские права вот говорят в Швеции есть проект замены регистрации по кадастровых да регистра кадастровых кодов переводов в децентрализованную систему так вот Амазон был таким же бизнесом и очень многие мои знакомые говорили что Амазон это космос Амазон это будущее они их логистическая сеть крупнее я не знаю каким-то DHL и других перевозчиков это просто пример картинка чтобы вы не думали что P-Ratio соотношение цены к прибыли это просто решение всех проблем и этой цифры можно оперировать нет если за компанией стоит будущее вера инвесторов в это будущее то P-I ничего не знает что он может быть очень высоким и при этом инвесторы все равно будут верить идем дальше ну тут просто я хотел историю вспомнить 2017 год сейчас в следующем году как раз вот крах ипотечный кризис да десятилетие будет и об этом мы тоже будем говорить вы видите здесь доходность облигаций Греции ну прямого отношения к тому кризису не имеет просто как бы историю серии дефолты и так далее доходность облигаций Греции 39,9% почти 40% годовых не может так быть не может государство обслуживать свои долги и платить инвесторам 40% годовых иначе это просто государство банкрот и вы помните что случилось отняли реструктурировали в общем то очень много было печальных новостей из Греции по поводу их облигаций чуть ли экран застрял на Амазоне секундочку или это только у вас Андрей секунду я спрошу других виден ли график десятилетних бондов правительства Греции а вот я вот двигать буду туда-сюда а не виден секунду тогда я остановлю показ и снова его включу остановлю и снова включу разрешить да Михаил сегодня Apple презентует сегодня 12 сентября и будет презентация Apple а поступит он скорее всего как говорят уже 22 а уже идет вот видите мы тут вебинар идем а люди так вот должно быть видно уже облигации правительства Греции но у меня видно и показывает что вроде все нормально поставьте плюс если вы видите если нет минусы только не говорите что минусы а то я не знаю что уже делать чтобы а все отлично Аурис пишет что и Игорь пишет все значит видно а вот что случилось с облигациями Греции 40 процентов они упали до доходности 5.25 а в семнадцатом году летом ну практически доходность конечно на фоне французских отрицательных доходностей это все-таки много но уже не 39 этот график я привел для чего чтобы на рынке облигации у нас кстати бонды в адмирале есть торгуются да CFD на эти инструменты я думаю никто не торгует ими к сожалению или к счастью как-нибудь мы посвятим этому целый вебинар я к тому что не могут облигации приносить 40 годовых и при этом торговаться долгое время с такой доходностью и прекрасно чувствовать себя не могут инвесторы на ровном месте получать 40 годовых и не рисковать дефолтом правительства Греции все-таки ситуация должна измениться давайте к нефти перейдем еще одна картинка господа все на экран посмотрите пожалуйста вы видите экспорт сырой нефти со стороны ОПЕК в августе семнадцатого года у нас прям как игра что где когда или там брейлинг все смотрят наверх вопросы из Астрахани от Марии Ивановой ОПЕКовский по странам даже там есть распределение но нас интересуют цифры давайте посмотрим летом в августе этого года в то время когда ураганы бушевали в США в то время когда скоро кстати продлевать придется замороженную квоту что происходит с экспортом пока нет картинки так окей я когда меняю картинки видимо происходит нечто такое что не показывает следующую картинку ее нужно переключать давайте я буду переключать вот да вот теперь я вручную переключил подозреваю что должно быть все нормально а вот отлично все теперь я понял как работает эта система картинки так как у нас никогда так не было впервые мы делаем такой формат несколько картинок открываем и переключаемся теперь я понял как это работает итак посмотрите ОПЕК экспорт со стороны ОПЕК практически не сильно изменился значит июль 25-55 миллионов миллионов баррелей в день август 25-19 чуть ниже и в июне был пик 25-81 на самом деле это не сильное изменение получается 600 тысяч баррелей я бы не сказал что это совсем ничего копейки какие-то ну например в апреле было 24 миллиона баррелей то есть для тех кто думает что во первых не вся американская добыча американский экспорт продакшн да как называют производство добычи нефти не самый главный или нет не единственный фактор на рынке мы должны понимать что есть и другие страны которые даже больше чем США добывают а вот почему я время от времени смотрю отчеты ОПЕК вот это вот в том числе тут источник Томпсон Рейтерс но эти картинки есть и на сайте ОПЕК ОПЕК.орг они каждый месяц публикуют вот огромный огромный вот такую вот книжку такую в которой картинок просто огромное количество а я к тому что нужно обязательно отслеживать что делают другие страны а не только количество буровых США одно время я кстати ошибочно смотрел только на количество буровых и потом удивлялся почему корреляция не такая высокая кстати корреляция всего 0,5 то есть не прям 0,99 то есть растут буровые с большей вероятностью будет если растут буровые да будет расти добыча нефти но вероятность это не не 99 не 1 и даже не 0,8 а 0,5 но все же она положительная то есть если мы видим рост буровых то значит и добыча тоже будет расти вот у нас по ОПЕК мы поняли что за все это лето немного сократилась добыча экспорт даже не добыча экспорт со стороны стран ОПЕК вообще добыча у них 36 35 34 может быть миллиона баррель здесь речь идет о экспорте о поставках на внешний рынок хорошо просто информация я начал от не особо важных менее значимых и вот потихоньку иду к более значимым следующая картинка тоже не переключилась конечно же а вот теперь должна переключиться что у нас тут да господа вы знаете в сентябре оказывается есть такая тенденция на фондовых рынках американских фондовых рынках я к сожалению эту картинку не до конца разбирал надеюсь вы ее видите и просто хочу показать за 10 лет вот зеленая это за последние 10 лет что происходит по сентябрям у нас еще сейчас сентябрь S&P индекс на новых максимумах там на сколько это вырос за сентябрь наверное ну точно вырос потому что новый максимум побили и вот за последние 10 лет этот рост составлял ну какой-то мизер в среднем то есть в какой-то год в сентябре был плюс 1 в какой-то плюс 2 в какой-то 0 ну вот примерно средний я так понимаю да monthly returns S&P месячные графики доходности индекса роста индекса вот если взять 20 лет то это уже черная линия то есть более длинная история нам говорит что сентябрь все-таки отрицательный в сентябре акции падают ну S&P падает если взять с 50-го года то сентябрь вообще не очень хороший месяц такой же как и за последние 20 лет видите желтая то есть где-то полпроцента падения а если взять всю историю со времен великой депрессии то сентябрь однозначно плохой месяц хуже просто на полной вот этой истории да с 28 года хуже месяца не должно было быть ну и давайте посмотрим в какое время мы живем какой сентябрь нам попался вот этот самый худший или какой вот если взять 10 лет то худшим месяцем был июнь и январь помните девятый год обвалы пришлись на январь помните шестнадцатый год после того как в августе 15-го обвалились из-за Китая зимой повторно обвалились из-за Китая вот почему за последние 10 лет январь прям явно выделяется из-за этих двух годов как минимум но про июнь не скажу почему именно июнь может быть say may and go away да продавай в мае и уходи потом это отражается на июне может быть а вот если взять очень длинную историю то сентябрь самый худший месяц вот как минимум по трем этим ну еще может быть август и то помните август 15-го Китай обвалился и все рынки вот зеленая линия скорее отражает Китай так вот если взять большую долгую длинную историю не вот эти случаи единичные Китай там еще что то то сентябрь должен быть самым худшим месяцем из всех для фондового рынка СНП кто захотел зашортить поднимите руки поставьте плюсы кто захотел вам захотел зашортить на новых хаях и взять ну хотя бы в среднем сколько тут получается один процент а может этот год будет получше возьмем все три кстати три хорошая цифра я сейчас вам расскажу о ней 21.03 а мы всего 15 минут говорим ну то есть чистыми я уже испугался но время поджимать три процента хорошая цифра и мы сейчас о ней поговорим просто эта картинка вам должна как-то намекать на то что сентябрь с двадцать восьмого года самый худший месяц когда рынки падали на один процент а то и больше так а я сейчас переключу картинку я ищу именно ту картинку на которую я хотел бы переключить да я ее нашел а нет нет вот почему она не появилась она появится секунду да вы должны видеть таблицу с желтой полосочкой да видите надеюсь напишите если вы видите да хорошо что о чем здесь говорится не зря я говорил про три процента этот график показывает количество дней которые вычерни когда рынок не падал на три процента и более то есть череду дней когда рынок был оптимистен и не падал более чем на три процента вот сейчас не сейчас а на какой-то день был на 28 августа эта картинка ну я ее неделю назад сохранил на 28 августа было 203 торговых дня без единого разворота на 3 процента и более На данный момент это уже 214 торговых дней, то есть еще больше, ведь мы не упали с 28 августа на 3% и более. То есть уже 214 торговых дней рынок или растет, или стоит на месте, или падает на 1-2%, но не 3 и более. То есть просадок больших нет. И рост за эти 203 дня 17%, тоже достаточно большой, было и больше, конечно, 1, 2, 3, 3 раза было, нет, 4 раза было больше за всю историю, в 83, в 28, в 97 и вот 30% в 95, в 96. То есть если мы продержимся еще 30 рабочих дней, торговых дней, без выходных, то это будет рекорд с 1928 года, со времен Великой Депрессии. Вот вам еще одна картинка, которая нам говорит, что, ребята, рынок бычий, заигрались быки, очень большая парень. Нет, это пока ничего не значит. Помните пиер-рейши Амазона, я не зря начал с него, это еще ничего не значит, ни разу ничего не значит. Но имейте в виду, что S&P скоро пойдет на исторический столетний рекорд по длинному бычьему рынку, рынку быков, без разворота на 3% и более. Без коррекции, серьезно, да, так скажем. Наверное, у вас появилось еще больше желания шортить, но я этого не говорил, потому что, кто знает, может еще 10%, вон 30% было, помните. Но вот такая статистика. Думаю, интересные цифры, навряд ли кто-то здесь видел все эти цифры вместе собранные, я их специально для вас собирал. Если вам интересно, мы продолжим. Если нет, можем просто покопаться в этом трейдере. Пишите плюсы, отлично, Андрей уже поставил значок. Вернемся к индексам. Мы сейчас быстро будем все это делать, потому что уже... А, у нас осталось 5 картинок, немного, немного осталось 5 картинок. Часть из них такие рыночные, часть из них немножко абстрактные. Ну, давайте начнем с того, что предлагает сама система. Когда говорят количество буровых, это еще не значит продакшен или добыча, по-русски. Это немножко разные вещи. Вот видите здесь, как график развернулся. Буровые, они растут. Вот зеленая линия, это количество буровых. Слева, да, шкала 759. А вот в сентябре, что произошло, или они прогнозируют, так не помню, это все-таки факт. Ловер 48 крут продакшен. Почему 48? Что это значит? Вот я немножко не разобрался. Почему 48? 48 крут продакшен. Что такое 48? Немножечко мне непонятно. 48, что 8 миллионов 287 тысяч баррелей, а было 9 миллионов. Да, непонятно. Если кто-то понимает, то скажите, в общем продакшен и количество буровых. Здесь показано, как они изменились. Ну, наверное, из-за ураганов. Вообще есть такая тема, я вчера с этим столкнулся и удивился. Почему сейчас спред, вот мы об этом поговорим по нефти, спред Брента и Лайта, то есть WTI, Крюблайт, американского сорта, торгуются. Как вы думаете, если в Америке ураганы, какой сорт нефти должен вырасти в цене, а какой не очень? Если ураганы в Америке, кто торгует нефтью, назовите этот сорт, который в цене взлетел из-за того, что в Америке ураган. Логично, да, WTI, американский сорт, не бренд. Да, Андрей знает уже. Кстати, хорошую вещь я вам покажу. Немножко отвлечемся, точнее мы никуда не будем уходить, не отвлекаться от темы нефти. Помните, у нас был вебинар по парному трейдингу. Помните, что объявление было, кто-то его посещал, кто-то нет. Так вот, вебинар по парному трейдингу, когда мы проводили, я искал хорошие яркие примеры. У нас даже был гость из Каталунии, хоть он и стеснялся, что он никакой не эксперт, но он реальный трейдер, который, собственно, я несколько лет назад впервые увидел человека, который парный трейдинг, который, ну, не важно, он нам подсказал какие-то идеи, до против S&P, я даже в Метатрейдере в это время сделал сделку, закрыл ее с плюсом, но на нефти я не смог ничего вам показать. Почему? Потому что на нефти был просто ровный спред, 2.38, 2.10, 2.50, примерно одинаковая была разница между WTI и Brent, 2 доллара, 40 центов. И просто сигналов не было. Ну, я думаю, ладно, нет сигналов, мы будем торговать. Я нашел, первая новость хорошая, на нефти все-таки появился дисбаланс, и против него можно торговать. Другое дело, что он нелогичный, сейчас мы поговорим об этом. Второе, если вы помните, мы говорили о софте, который нужно скачивать, регистрироваться где-то в Сингапуре, обманывать систему, и вы получите классный софт. От какого-то брокера, не будем его называть. Я нашел еще более доступный, классный, без скачивания, доступный для работы прямо в онлайн, прямо в программе, софт, очень хороший. Ну, наверное, я его придержу, не буду о нем говорить, потому что это будет часть нашего парного трейдинга. Мне это все равно могу сказать, но пускай это будет частью большой нашей программы по парному трейдингу, и обо всем там расскажу. Все равно, если вы не торгуете парным трейдингом, вам эта программа ничего не даст. Так вот, я в ней вчера, ну, точнее, у нас есть чат трейдерский о опционщиков, имеющих отношение к делу. Там мне вот коллега-трейдер скинул линк, и я увидел, что спред между бренд и WTI достиг 6,5 долларов. Вот помните, 2,38, да, было 2,32, 2,10, 2, 6,5 долларов. Давно такого не было, может быть, несколько лет такого не было. Но логично, что WTI вырасти должен был, а получилось наоборот. Как мне объяснили, из-за урагана невозможно эту нефть отгрузить. То есть нефти как грязи, а не наоборот, буровые закрываются, и там производство пара, она-то падает. Но та нефть, которая есть, ее невозможно отгрузить. Я не буду клясться, что это достоверно, и именно в этом причина, и пока не копался, честно говоря, не копался, в чем разница между бренд и WTI, почему она улетела на 6,5 в обратную сторону, не WTI, а WS, а WS бренд. Вот одна из причин, просто эту нефть не могут выгрузить танкеры и куда-то продать. Давайте мы вернемся к нашим графикам. У меня на экране, должно быть видно, у меня на экране некоторые пророчества об обвале. Это, по-моему, газета «Ведомости». Да, это «Ведомости», ссылка на «Ведомости» есть. Тут речь идет о десятке случаев, когда отдельные люди, аналитики, какие-то журналисты, вот колумнист здесь есть, Пол Феррелл в 2010 году предвещал. Я к тому, что если мы увидели по S&P вот эту статистику, цифры, которые я показал, знайте, что все-таки эти пророчества, что сейчас все рухнет, уже давно пора, их было немало. Ну, давайте по истории пройдемся. Десятый год. Финансовый колумнист Пол Феррелл предсказал смертельный обвал впереди, написал статью, там какую-то, где я не знаю, не написано «Продавайте, выходите в деньги». Это он сказал на S&P 1190. Сейчас 2500 почти. Дальше. Вилл Гросс из Пимка. Вот это я помню. Культ акций, возможно, умирает, культ инфляции, быть может, только зародился. Это он в свои облигации людей пытался. Ведь Пимка – это глобальный фонд по облигациям. Вот это я помню. Истерия у них была, что-то они жаловались. Здесь тоже мимо. Инвестор Марк Фабер, все его знают, наверное, крупный фэшфонд. Готовьтесь к масштабному краху. В 2012 году человек сказал на индексе 1445. Роберт Уидемер, не знаю, кто это, Arc Financial Management, не особо ни о чем не говорит, написал статью «Экономика пузыря в Америке». Посмотрите, это он написал в 2012 году, только начался. Точнее, книга 2006 года, нет, в 2012 году он что-то другое сказал. Он предсказал обвал. Он предсказал обвал, его не было. Дальше, опять же, тот же Пол Феррел, «Магедонит рынок» не успокоился. В 2013 году, следующий обвал случится до конца года. Прошло 4 года, нет обвала. Дальше, параллель с 2019 годом провели уже в 2013 году. Это был Том де Марк. Это не тот, кто технический индикатор придумал, Де Марк. Мне кажется, это он. Что крах предопределен. Карл Айкон, уважаемый мною, это просто, я не знаю, динозавр, генерал фондового рынка, это пенсионер фондового рынка Карл Айкон, он сидит в совете директоров. Да, как конец света, Юрий, серьезно. Впереди опасность в 2015 году, он сказал. Ну, кстати, Карл Айкон как-то еще близок, может, он имел в виду в ближайшие 3 года опасность. Дальше, Double Line Capital, Джеффри Гаммлитч в 2016 году сказал, продавайте все, и, наверное, сам продал, надеюсь. Марк Фабер опять Армагедонит в 2016 году, а в августе S&P может запросто откатиться на 5 лет назад до 1100. Не видели мы этого. Ну, и, наконец, Ройл Банк в Скотланд в 2016 году, в феврале сказал, что ожидается год катаклизмов. Это, видимо, 16, потому что февраль, начало года, никаких катаклизмов не было. Да, последний прогноз от Марка Фабера. 9,08,16. Вот, пока ничего не было. Давайте мы тоже сделаем прогноз, попадем, может быть, в историю, как единственный, кто угадал разворот. Все-таки можно кричать «пожар, пожар, пожар», и, наконец, он случится. Или кричать там «все плохо, все плохо, все плохо», и, наконец, будет все плохо. Вот, давайте возьмем на себя ответственность. Я не буду брать. Если кто-то хочет, напишите в комментариях имя, фамилия, дату, и потом мы просто... Ваше имя в эту же историю попадет. Но никто не пишет, видите, и я не возьму на себя такую ответственность. Окей, это по поводу того, что не нужно спешить. Такие армагеддонные ситуации были, и, как говорят на Уолл-стрит, ничто не мешает перекупленной акции вырасти еще немного, и акция не может стоить так дешево, чтобы не упасть еще чуть-чуть. И наоборот, да, не может стоить так дорого, чтобы не вырасти еще немного. Вот такая пословица на Уолл-стрит. Следующая картинка, уже заканчиваем с картинками. Надеюсь, они такие презентабельные, интересные, что-то вам дают. Это просто сравнение с февраля 2016 года, как изменилась стоимость Energy Markets, как по-русски. Развивающихся рынков – красная линия, S&P – синяя линия, и зеленая линия – это облигации, как они изменились в ценах. Тут даже вот есть те же самые прогнозы этих Sell Everything Except High Quality Bonds. Видите, был человек из Royal Bank of Scotland. Тот пример, который у нас был в предыдущем графике, он сюда попал, хотя разные источники – это Stock Charts. Дальше опять Royal Bank of Scotland. Армагеддон, ну тут три прогноза от Royal Bank of Scotland, которые оказались неверными. А вот видите, больше всего выросли развивающиеся рынки. Ну это все, это Турция, это Россия частично, не то, что прям сильно выросла, но наверное выросла. Это что у нас? Ну Brick, например, целая группа развивающихся рынков. Ну вот все, что не развитое, все, что не Австралия, Япония, что там дальше идем в сторону, сюда, на запад. Не Америка, не Европа и так далее. Андрей спрашивает, с чем коррелирует S&P? Мне кажется, S&P… Ну, хороший вопрос. Из этого графика видно, что он коррелирует с облигациями, так или иначе. Он коррелирует с развивающимися рынками, но к развивающимся рынкам еще и добавляется история со ставками, с долларом. Это все-таки влияет на стоимость развивающихся рынков. Может быть здесь в долларах, конечно, указано, но не важно. Там масса каких-то факторов, которые влияют на развивающиеся рынки чуть больше, чем на какой-то стабильный, на дядюшку, дедушку S&P 500. Так что видите, развивающиеся рынки более нервные. Они улетели сильнее, чем это сделало S&P. Так, хорошо. Еще один график, немножко отвлечемся от темы. Это график, возобновляемой энергетики, энергии. График того, сколько лет потребовалось, например, углю, чтобы завоевать 40% глобального предложения на рынке энергии. То есть, с 1940 по 1910, наверное, уголь стал занимать все больше и больше в корзине ресурсов. И за 50 лет завоевал 40% рынка, из чего добывают энергию, 40% было из угля. Нефти понадобилось 50 лет, чтобы завоевать 30% рынка глобального. То есть, за 30 лет нефть стала обеспечивать треть наших энергопотребностей. Кстати, эту картинку я взял у Билла Гейтса. У него очень хороший Facebook. И он там публикует не только по экономике, и не столько по экономике, больше по потреблению электроэнергии, по образованию, по борьбе с какими-то болезнями. Очень интересные графики. Ну, вот тут, конечно, есть источник, вот Source, Wacko, Smil, Moda, и, наконец, ГАЗ за 50 лет занял 20% глобального предложения. А вот возобновляемые источники, зеленым цветом здесь график, пока обеспечивают 5%, и их путь только начался. Посмотрим, сколько лет потребуется возобновляемым, чтобы завоевать хотя бы 20% рынка. Наверное, меньше. Наверное, не 20-30, не 50. Вы видите, здесь все 50. Уголь за 50 лет занял 40% рынка, нефть за 50 лет заняла 30% рынка, газ занял 20% рынка, и того получается 40-30-70, и 20-90, ну и вот 5, наверное, с округлением получается 100. Или другое там еще что-то другого есть. Посмотрим, сколько лет понадобится, чтобы завоевать возобновляемые энергии. То есть это солнце, ветер, ну и все остальное. Это так, для разминки. Ну и тут у меня есть картинки по золоту. Давайте так сделаем, секундочку. Тут очень много всего. Просто вкратце, корреляция, надеюсь, видно? Наверное, видно, да. Корреляция между, например, золотом и бондами. Вот спрашивали про корреляцию S&P, у меня другие корреляции. По корреляции, сейчас увеличу. По корреляции золото и Trump, это то, что сколько рабочих мест, что ли, Трамп с этим нечетким шрифт, не видно, коррелирует. Значит, золото растет, а то, что Трамп обещал и не дал, по-моему, так получается, this is a roll, как правильно перевести. Даша, золото. Сейчас, cost of course, а тут сейчас, золото корреляется, снижка, оба убежища. Ну да, есть там корреляция с валютами, в которые уходят трейдеры. Тут у нас уже стоимость коллов по отношению к путам и золото. Синий график золота, а это стоимость коллов по отношению к путам. Если коллы растут в цене, то есть, коллы это право на покупку, путы это право на продажу. Коллы покупают, когда на рынке оптимизм. Если коллы дорожают в цене по отношению к путам, то это означает восходящий тренд. И почему-то здесь написано one month 25% риск разворота. Я не знаю, какое-то это имеет отношение. Ну и ладно. Что тут у нас? Да, Гена, вот, кстати, Алекс Тройдов написал правильно, и мы здесь видим это на графике, подтверждается полностью, прям чуть ли не стопроцентная или близкая к этому корреляция между USDGPI и золотом. Вот такая, видите, прям один в один они ходят, потому что одинаковые инвесторы уходят в эту пару, когда все плохо, так же, как и в золото. Вот такая корреляция. Я, кстати, не думал, что она вот такая прям высокая в последнее время. Видите, в этом году прям плотно они ходят. И вот сейчас они разошлись. Золото оторвалось от USDGPI ввиду того, что увидели, что произошло на графике USDGPI и вот такое произошло. Дальше GoldPaper Investments на это понятно во всякие ETF-ы, всякие золотые фонды и так далее. Ну и третье, в общем-то, неинтересно. Вот такие вот корреляции. Самая высокая корреляция это USDGPI и есть интересные наблюдения, как соотношение колок к путам брать и понимать, что происходит на рынке. Это не всегда, работает. Окей. И еще один у нас будет график. А, мы его уже видели. Сколько лет занимала та или иная энергия в развитии. Ну, мы это уже видели. Это тот же график. Вот видите, Gates Notes. Я у него в Фейсбуке это взял. Наверное, Билл Гейтс не обидится. Очень уважаю. Молодец. Большой молодец. Вот кому надо давать, свечем все пару минут, вот кому надо давать премии мира. Никто не знает, Билл Гейтс получал премию мира какую-то, да, которая ежегодно присуждается. Или, может быть, Человеком Года по версии Times. Наверное, был. Я уверен, что Человеком Года он был и не раз. И по версии Times журнала, и по версии каких-то кто еще присуждает Человек Года. Times еще, который журнал присуждает. People, там, что-то такое. Уверен, был. Ну, вот, мне кажется, что самый скромный, самый работящий, самый изменивший много всего в мире. Ну, да, вы его ругаете, может быть, за Windows, ругаете за Office. Кто знает, что бы было, если бы не было стандартизации, не было бы стандартного Windows и все, да, и сидим все в городе работаем, в Excel работаем. Вот секретаршие до ученого все сидят в стандартной программе и работают, а их не тысячи там Excel и всякие другие. Или наоборот, он скажет, что он остановил прогресс, потому что резюмал все стандартизировал. Ну, как бы, не знаю, что было бы лучше. Хорошо, Билл Гейтс, Билл Гейтс, переходим к рынку. Давайте, увидев все это, посмотрим, что происходит у нас в метатрейдере, зачем охотиться можно было на прошлой неделе, а лучше на этой неделе. И начну я с S&P, как обычно у нас, фондовый рынок. Вот он, рекорд, новый хай, технически переключилось, да, переключилось. Технически мы снова зашли в канал, эйфория, новый максимум побили. Ну, мы видели много графиков, которые могут нам какие-то давать намеки, мы что-то можем из этого выжить какую-то, не знаю, для размышлений пищу, но спешить с ней тоже не стал бы я. Ну, если какой-то будет прорыв на S&P там до 2550-2600, может быть, все-таки на свой страх и риск я бы зашел в шарты. Ну, чисто посмотреть, как долго это вообще будет длиться. Так, новый максимум это не время для шартов, это время для подготовки. Как говорят, ловить ножи. В данном случае немножко обратная получается, картинка, вверх она идет, но ловить ножи это как раз про то, когда новый хай вы шартите, новый лоу вы покупаете. Вот, дали такое название. Так, идей тут нет. Единственная идея, графики, которые я вам показывал, намекают нам, что немножечко затянулась эта шуточка, что мы скоро выйдем на рекорд с 28-го года, когда рынок не падал. Если вы готовы рисковать или готовы ставить стоп-лосс и ловить ножи, то в один прекрасный день вы поймаете эти 3% и более. Наверное. Но рано или поздно вы поймаете. Хватит ли у вас депозит. Что можно тут делать, если вы уж точно медведь и давно мечтали зайти в шарты, но у вас как-то не хватало смелости. Ну, окей, заходите, ставьте небольшой стоп на предыдущий хай. Вот завтра он откроет немножко пойдет на вчерашний и поставите хай и скажете, а что если это был пик? Окей, не сработал, стоп-лосс сработал. Ну, окей, вышли. Или таким маленьким сайзом зайдите, чтобы можно было усредняться. Очень маленьким, чисто для экспериментов. Вот что можно делать, чисто поиграть, посмотреть, чем это закончится. Череда оптимистичных бычьих просто и паричных дней. Чем это закончится, мы не знаем. Нефть, сырье, мы сырье объединим, на нефти ничего нет. Ураганы, нет, на нефти есть парный трейдинг, на нефти есть расхождение спреда до 6,5, с двух. Давайте я вам покажу, покажу, как это делается. Синькорсвини. Пока пускай открывается, я вам покажу, как разошелся не по-детски спред в пользу роста цен на бренд и падение WTI. И мы увидим, что какие-то сигналы все-таки есть. Так сильно не расходился спред. Давно уже. Нет, он может и до 8 долларов дойти, но с каждым долларом вверх можно усредняться, допустим, разделить депозит на, не депозит, а возможный уровень захода в позицию на 3 части, зайти третью, зайти второй, третью, и, наконец, когда спред уже будет, не знаю, 9 долларов, зайти последней третью и молиться, чтобы больше спред не расширялся. Не может ураган вечно длиться и вечно проблемы с поставками быть не могут. Сейчас, секунду. сейчас цинкосом откроется, мы посмотрим, как же разошелся этот спред. Он очень сильно разошелся, но даже он больше, чем был вчера. Вчера уже доходило до 5,7, то есть обратно возвращалось. Мне кажется, что сейчас, по-моему, выше 6, 6, наверное, будет. Ну, посмотрим. Там же сложно, там формула, она учитывается с другого, и так вот по памяти сказать в бухте барахта очень сложно. Хорошо, картинки у меня закончились. Да, возвращаемся в метатрейдер, пока нефть там закачивается. По сырью золото в бухте мне больше нравится, потому что там глобальная картина. Помните, мы говорили вот здесь на пробое, что пора бы прокатиться вверх. Геополитические риски очень даже намекают нам, что не все хорошо, Северная Корея, угроза ракетных этих самых обменом ракетами. Что было на днях? По-моему, Северная Корея все-таки что-то там протестировала. Не помню, очень большая большая объем информации. А, санкции против Кореи сегодня или вчера вели. Санкции вели после испытания страны Кореи ракет. Так что вот эскалация продолжается, напряжение ситуации, оно не спало, хотя золото сделало небольшой пидок. Мы видели хай, он достигал 1357 долларов, очень даже неплохо можно было заработать, сотню-другую, вот лоу-1254 на пробое, вы видите, да, сейчас вы видите, да, вы видите, сотню долларов можно было взять. Неплохо, 7% сотни долларов. Вот сейчас мы приблизим на двойной вершине, посмотрим, пробьем ее или нет. Может быть, стоило бы на сильных прорывах шортить со стоп-лоссами близкими, ставя на то, ожидая то, что не уйдем выше там 1400. Ну, до 1400 еще целых 70 долларов, это немало. В общем-то, вот так все работает, сигнал должен быть в цене, в силе. Я бы частично закрылся, вышел, потому что до первого стоп-лосса, до первого тег-профита буквально копейки оставались, частично закрылся бы. Я люблю вообще частично закрываться, вы уже заметили, и открываться, частично закрываться. Да, жизнь коротка, не стоит прям ждать все. Вы взяли с рынка 10%, молодцы, 30 взяли, да это просто рекорд книгу Гиннесса вас нужно занести, если вы от движения там 100 долларов взяли 30. Прекрасно. 100, наверное, никто не взял. Так, это было сырье. По газу тоже есть движение, но они как-то очень шальное, видите, из треугольников выскочили, и так грязно его рисуем, что делать, наверное, нечего. Я бы подождал. Ну, у меня хорошо, у меня колы-путы, а так бы я подождал. Идем дальше. Идем дальше, что у нас еще. Значит, по сырью нефть ничего не дает, кроме как парный трейдинг. И я вам советую, особенно тем, кто прошел курс, а тем, кто не прошел, я уговорил, я думаю, Романа сделать еще один курс, ну, потому что очень многие мне пишут, спрашивают, когда будет еще курс. Я думаю, он будет не в каком-то далеком будущем, а очень даже в ближайшем будущем. Так, все, StingCore Swim закачал. Нет, он говорит, что пароль неверный. Секунду, еще раз я наберу. Сейчас мы посмотрим, что можно было делать в парном трейдинге. Те, кто умеет, делает, те, кто не умеет, наверное, или учится сам, или мы можем вместе научиться, уже в конце сентября будет новый курс. Так, я открываю StingCore Swim, сейчас мы просто удивимся тому, как разошелся спред, благо еще хорошо бы знать, как писать тикеры. Сейчас я открою StingCore Swim, переключусь. Вот он, вы должны видеть, да, вы видите. Ну, тут все просто. Я открываю, сейчас, я открываю, давайте, Charts. А, вот, кстати, давайте начнем с того, что мы заработаем, работали на разнице индексов Dow Jones и S&P. Мы от S&P вычили Dow Jones, получили вот такую картинку, и выяснилось, что когда рынки падают, S&P падает сильнее. Вот спред. Видно, да, надеюсь? Да, видно. Спред начал падать. Мы сейчас вернемся к нефти, Алекс, не беспокойтесь, просто на графике уже открылся этот спред, чтобы его не переключаться на другой, мы с ним закончим. Что мы сделали? Вот здесь, по-моему, я купил этот спред в ожидании на разворот. Даже говорили на курсах, что неполным объемом я зайду, потом еще усреднюсь. И где-то здесь усреднился. Вот это, наверное, я не поймал. Хорошо бы еще это поймать. Дальше спред начал возвращаться в исходную ситуацию, в нормальную ситуацию. Видите, эту красную линию на 3000. Это средняя. Не moving средняя, а просто средняя, чисто по диапазону. И мы говорили на курсе, на курсе есть даже в Ютубе это, но просто тостов, наверное, у всех нет. Попросите Романа, может, вам даст. Хотя нет, если он вам даст доступ, никто не напишется на следующий курс. Так вот, мы говорили, что на 3000 мы закроемся. Но я не дождался 3000. Вот здесь я закрылся, и уже мы были в прибыль. Если бы я дождался, была бы очень хорошая прибыль. Просто, знаете, месяц уже ждем, люди пишут, говорят, ну что, что там у нас, они же не видят ровно эту позицию. Это у меня в этом компьютере было, в ТОСе было. Но я закрылся, чтобы просто сфиксировать прибыль. А так мы могли бы ровно на 3000. Видите, как хорошо он коснулся, выйти и дойти до первой станции. А может еще выше уйдем. Вот так работает парный трейдинг. Мы поймали аномалию и дождались, пока она развернулась и дошла до каких-то приемлемых средних величий. Теперь давайте, как нефть найти, подумаем. Я вижу здесь, значит, Чарльз. Давайте откроем. Секундочку. А, я знаю тикер. Давайте так. Мне же вчера посылали картинку. Я найду, кто ее посылал в нашем общем опционном чате. Посмотрю, как на этой картинке выглядит этот спред. Нет, картинка куда-то исчезла. Нет, самому ручную искать. Как здесь? А, вот, мы открываем, выходят фьючерсы, набираем тикер CL, например, или давайте наберем бренд сначала. Какой у него тикер? BZ, BZ, минус, CL, и вот такой слэш для фьючерсов, у них слэш используется. Enter. Да, вот он, 605. Видите, да? Убежусь, что видите? Да, видите. Должны быть графики, смотрите, у меня видно. Секунду. как бы сжать его вот. А, нет, это увеличивает. Сейчас я зажму. Или сделаем weekly. Ну, weekly беспонтово получается. Давайте все-таки daily. Неужели не видны игры? А, видны все. Смотрите, вот он, разошелся спред. Вот он долгое время, я говорю, 2.30, да, был вот, вот здесь он был. Видите? Когда мы вели курс в августе, он как раз колебался в средних величинах. И долгое время он не сидел, сильно менялся. Вот эти шипы, конечно, хороший метод, повод для использования, но они были разовые. А сейчас смотрите, как он разошелся хорошо. Из-за Ирмы. Ровно с того момента, как Ирма начала. Харви, да, до этого был, Ирма была. И вот сейчас нам намекают на то, что, спред намекает на то, что время, наверное, приготовится к развороту. Ураганы же не будут вечно длиться. Месяц, два, сезон закончится. 7.59 было на пике. Даже сейчас можно уже прибыль делать. Вчера, кстати, было 5.70. Я в Метатрейдере сделал, чисто на демо, для целей обучения, зашел в этот спред, на 5.60, что ли, вот здесь. Но все-таки я в минусы. При любом возвращении в район 5, в район 4, я выйду в плюс. Можно было даже 7.59 зайти. Это, кстати, было до того, как я зашел. Вот я зашел вчера, это сегодня зеленый, я зашел вчера на красный, думая, что разворот, а до этого было 7.59. Прекрасный спред. Такого не было очень давно, с декабря 2016 года не было. Мы ушли на рекорд. Ну, посмотрим, когда мы вернемся обратно. Самое время заходить. Так что по нефти есть сигнал, но этот сигнал не в том виде, в котором вы привыкли видеть его, в котором вы торгуете на споте, он есть на парном трейдинге, на стратегии, когда вы в метатрейдере покупаете один контракт против другого на ровно на ту же величину. У них цены примерно сопоставимые, так что можно один вот купили, допустим, чего бренд взлетел, продали бренд, купили WTI, вот так, и ждете, пока спред между ними с 7-6 долларов вернется обратно хотя бы на 4. Если нет, то соединяйтесь на 8 и, наверное, молитесь, чтобы больше не было, 9-10 не было, не было урагана. Кстати, я вам говорю про ураганный сайт. Уже второй раз показываю. Уверен, что заценили немногие. Многие даже просто посмотрели и сказали, да ладно, я посмотрю телевизор. Посмотрите, как это прекрасно выглядит. Я просто обожаю интерактивные системы, которые сейчас, я переключусь, которые нам помогают делать трейдинг более интересным. Вот, смотрите. Скажите, видите или нет, я открыл вот сайт, где показывают ветры, такой синий-сиреневый цвет, как раз тот регион. Сейчас я посмотрю, видно или нет. Видно. Вот сайт Ventusky. Я вам кидаю прямую ссылку как раз на регион, чтобы вы не искали на карте Мексиканский залив. Вот я уже ее давал. Вот Ventusky. Прямо по этим данным, по этим широте-долготе вы попадете на этот регион. Вот Флорида, Мексиканский залив, бассейн. Лучше, конечно, минус нажать уменьшить. Тогда вы увидите, как ураганы зарождаются. Вот ураган, который... Секундочку, сейчас цвета появятся. Немножко, да. Вот ураган, который новый. Тот, который был Ирма, он ушел. Он вот куда-то сюда ушел и исчез. Не Ирма, а новый, да, какой-то. Ирма ушла. Вот новый зарождается здесь. И здесь даже есть прогнозы. Причем я по двум ураганам проверял, они плюс-минус нормально работают. Вот эту Ирму прогноз показывал вот так, что он придет, вот так коснется и уйдет сюда. Он залез чуть-чуть дальше. Пересек Флориду и только отсюда ушел. Ну, чуть-чуть ошиблись. Ребята, что делать? Тринадцатое число. Сейчас покажет прогноз. Ураган вот такой вид имеет. Четырнадцатое число. Не усиливается, кстати? Или это какой-то другой должен появиться? Я не знаю. Нет, все. Вчера прогноз показывал очень мощный ураган. А, нет, вот, зародился. Вот, зародился. Семьдесят, сто девятнадцать, сто двадцать девять километров в час. Сто тридцать. Семнадцатое число. Он пошел дальше. Сейчас, семнадцатое число. Пошел дальше. Сто сорок восемь. По двести уже километров в час скорость ветра. Восемнадцатое. Он приблизится сейчас сюда. Нет, еще не приблизился. Сто пятьдесят два. Ну, тоже такая же. Девятнадцатое. К берегам должен приблизиться. Ну, к северу. А до этого показывалось, что он сюда зайдет. И вот так уйдет. Видите, меняется траектория. Ну, и, наконец, двадцатого уйдет совсем на север. А тут ничего нефтедобывающего нет. Тут вообще какая-то Гренландия. Так что человечество мало волнует, что будет там. Ну, и двадцать первое. Тишь да гладь. Тишина, спокойствие. Все рассосалось синим цветом. Все. Никаких ураганов нет. Ну, есть где-то остатки. Да, видите. Так что вот так. Кстати, здесь очень много ураганов бывает. На юге вот здесь. Просто здесь Антарктида. Мало кого волнует, что здесь происходит. Какие ветры будут. Ну, может быть, какой-нибудь Федор Конюхов, который решил пересечь Атлантический Тихий океан. Может быть, для него это будет плохая новость. Но здесь очень часто ураганы. Но так как мы в этом регионе не живем, и нефти там нет, и вообще мало интересного, то об этом не говорят, не трубят. Сезон ураганов имеется в виду ураганы с Атлантического океана, движущиеся на территорию Соединенных Штатов. На Мексиканский залив. Там производственные перерабатывающие мощности. И, наконец, фунт. Фунт. Четвертая идея. Значит, индексы были. Ну, акций особо не было. Ничего интересного нет. По Дисней что-то может быть. По... Не индексы, а как он? Зара, да? Индетекс. Я говорил, что я купил колл. Хорошо воспользовался падением. Хотя я и тут говорил, что можно поддержку взять. Купил колл, и мы вот пошли вверх. Посмотрим, чем это закончится. Пока идей нет. И, наконец, фунт. Да, вот Алекс заценил классный сайт по метеорологии. Фунт. Что в нем хорошего? Вы, наверное, знаете, сегодня вышли данные по инфляции в Британии. Мы говорили, мы уже видели ВВП, мы уже видели реакцию Банка Англии. Мы уже говорили о том, что 2,7-2,8 для Банка Англии приемлемо. Не будем удивляться, если вдруг будет 2,7. Сегодня вышло 2,9. Причем премьерс, ну, прошлые данные 2,6 процента инфляция. Текущие при прогнозе 2,8 вышло 2,9. Вот он, фунт улетел на новый локальный максимум с 16-го года. Предбрекситовский, да, он, по-моему, нет, постбрекситовский. С 16-го года. Удивлены вы? Я не удивлен. Говорили мы об этом? Говорили. Сигнал уже был заложен. Мы обсуждали, что по фунту бычьей тенденции никто не отменял. Линия вот эта, видите, жирная меня выделяла, говорит, что будем брать. Кто-то даже советовал чуть дешевле дождаться, но, к сожалению, нам не дали. То есть фунт повел себя ровно так, как и должен был повести себя. Тут мы говорили, что не спешите со входами против рынка, можем пробить. И реально пробили. Так что сегодняшняя инфляция просто подтвердила то, что фунт находится в бычьей стадии, и ставки по нему могут вырасти в ближайшем будущем. Кстати, по еврозоне такие же ожидания. Что нам сказал Драги? И кто помнит, что сказал Драги в последний раз? Вот Максим пишет, что хорошо бы евро против фунта. Я, к сожалению, не готов эту идею вот прямо сейчас разжевать. То есть брать евро, да, бай, и продавать фунт. То есть ожидать, что по евро движение вверх продолжится, потому что маленькая коррекция все-таки случилась на евро. А по фунту оно разворачивается. Ну такой, да, парный трейдинг получается. Рассчитываем на разворот евро вверх, как он и шел. И наоборот. А, евро шорт. Секунду. Так вы пишите, что сейчас хорошо евро против фунта. А, продавать, извиняюсь, я не заметил. Так вы продавать пишите. То есть евро переоценен, а фунт не докуплен. Да, так получается. Вот не готов я спорить, потому что с одной стороны, как пишет Михаил, в октябре глянут и скажут. Действительно, Марио Драги сказал, большая часть наших решений. Алекс пишет, продать евро GDP. Но Алекс, Максим имел в виду... Да, то же самое имел в виду. Все правильно, он тоже имел в виду продать. Так вот, Марио Драги сказал, в октябре будет принята большая часть наших решений. Что такое решение? Не обязательно ставку повысят. Большая часть решений – это даты, это сроки. Могут сказать, что мы решили, что тянуть с повышением ставки не будем, но до конца года все-таки точно подождем. Вот вам решение. Или, что март – хорошее время для того, чтобы впервые пойти на повышение, потому что инфляция там такая-то и такая. Так что сигнал хороший со стороны ЕЦБ будет в октябре. Но собака октябрь-то далеко. Это целый месяц. Недавно только было заседание. Кто же будет ждать целый месяц? У меня масса знакомых, которые хотят обменять доллары на евро и не знают, когда это сделать. Не знаю, что им говорить, но я им уже сказал, давайте немножко подождем. На 1.15, может быть, перевернетесь и радуетесь, что не на 1.21 это сделать, а на 1.15. Есть и ожидание, что евро упадет на 1.15 в ближайшем будущем. Кто ждет 1.15, 1.14 уже ближайшей недели до октября? Давайте откроем график евро и посмотрим, есть ли какие-то технические. Вот она техника вот такая. Если мы пробьем 1.18, 1.17, дальше можем посыпаться до 1.14. Мы в прошлый раз ждали этого, но не случилось. Нонфармы, ЕЦБ, добавили жару, евро ушел на нон. Обратите внимание на эти шипы, тени, которые оставляет евро при каждом новом максимуме. Вполне вероятно, что действительно уже enough, как говорят, достаточно. Уже просто евро надо сказать, ну, come on, брателла, возвращайся обратно. Сколько можно расти? С 1.03 на 1.21? Это серьезно, это 18%. Окей, к сожалению, у нас уже 21.46, час и 16 минут. Просто потом никто в Ютубе эти ролики смотреть не будет, потому что вы знаете, что происходит с роликами, которые длятся больше, чем 10 минут. Никто их не смотрит. Все-таки Адмирал хочет больше, достаточно широкую аудиторию обхватить, чтобы люди смотрели. Ну, или люди в повторе смотрели. Например, те, кто не смог сегодня зайти на вебинар, будут смотреть. Но давайте не увеличивать, не удлинять наш вебинар. Я думаю, достаточно много полезного было сегодня. Во-первых, графики в картинках. Во-вторых, парный трейдинг. И все-таки я держу интригу и не рассказал вам о той программе, которая проще, чем с инкурсовым. Ничего скачивать нигде не надо. Там, да, там есть регистрация, но намного проще. И которая вам точно так же покажет разницу. Просто в вебе вбиваете, ба-бам, вышло. Нам брали даротикера, вышло. Если кто-то знает, что это за программа, не говорите. Я хочу удержать интригу и записать вас на курс. Тем более он бесплатный. Всего лишь нужно зачислить депозит, а потом сами решите, что с ним делать. Использовать этот депозит всего 200 долларов для того, чтобы торговать дальше на этой стратегии парного трейдинга. Или снять и сказать, что нет, это не для меня. У меня своя стратегия неплохо работает. У меня все. Если есть вопросы, задавайте. Буквально коротко, потому что действительно мы затянулись. Много было интересного. Сегодня я напишу, наконец-то, напишу расписание для Романа, для Admiral Markets. И мы за несколько недель наперед будем знать, какие у нас будут темы. Вы это увидите. Наконец-то руки дойдут до этого. Уже надо делать, потому что постоянно вам говорим, будут тематические вебинары, и их нет. Да, это уже не серьезно. Но это моя вина. Это не вина Sales of Admiral Markets. Это не вина организаторов этого вебинара. Это вина. Моя руки просто не доходит. Я спал полтора часа в прошлый раз. Вел тренинги в инвестиционной школе. У нас уроки начались. Я там веду курсы. Тут местные. Масса всего. Обещаю, я это сделаю. Спасибо всем. Мне кажется, да, Алекс, вам тоже спасибо. Здоровья Оксана, Андрей. Всем спасибо всем, кто участвовал. Юрий, дякую. Я тоже. Увидимся. Спасибо всем, что вы внимательно слушали. Мне нравится аудитория Admiral Markets. Все достаточно грамотные, приятные люди. Умеют и слушать. И тогда вопросы задают достаточно интересные вопросы. Настолько все интересно, что затягивается у нас именно 1 час и 20 минут. Спасибо, Росен. Из Болгарии у нас есть гости. У нас есть Латвия, Литва, Эстония, Россия, Украина. Ну вот уже 5 стран хватили. Неплохо. Неплохо, неплохо. Всем удачи, всем профитов. Смотрите, я секунду сброшу вам. Или не буду сбрашивать. В YouTube есть на канале Admiral Markets. У нас есть запись вчерашнего ролика по поводу календаря, что где ждать. Если у кого есть 10 минут времени, можете посмотреть. И вот Apple представил новый iPhone X. Попью чаю, давно не пил. Везде сегодня то рынок, то и посмотрю, что это за iPhone X. И что происходит с акциями Apple. У меня даже Bloomberg выключил, чтобы не отвлекаться на него. Сегодня у нас довольно такая интересная была... Ну, интересный день, потому что мы немножко формат изменили. Поэтому я выключил все, звуки. Вот в темноте сижу с вами, общаюсь. Спасибо вам, что вы с интересом слушаете. Все, у меня все. Встретимся на следующем.